всем привет меня зовут андрей и вы на канале industrial tool сегодня у нас будет небольшая распаковка вот таких двух вентиляторов от компании makita модели dcf 203 z то есть комплектация идет без аккумуляторов опять же прорекламирую свой телеграм-канал в своем телеграм-канале я оставляю ссылки на товары с большими скидками это позволяет вам покупать электроинструмент дешево выгодно конкретно эти два вентилятора были куплены по 6600 рублей на маркетплейсе яндекс маркет именно сейчас цена уже на них выросла и стоят они 11 тысяч рублей покупала их не для себя и не для перепродажи заказал их у меня один он у меня покупал уже в одном видео вот можете посмотреть я передавал ему в казахстан комби мотор на зоне я тогда брал очень дешево в комплекте с аккумулятором плюс он у нас в сервисе заказывал цепи и шины на новые 40 вольтовые пилы а сейчас для него я взял два вентилятора и хочу сейчас остановиться на такой теме многие боятся в интернете покупать товары вот судя в телеграме по комментариям очень много людей просто боятся купить товар типа а вдруг это будет подделка а вдруг там придет что-то не то поломанное там или так далее вот так вот хочу вас уверить если вы покупаете на яндекс маркете у вас есть две недели на возврат товара товар здесь возвращают без каких-либо проблем вот конкретно в данном случае я забрал товар его даже можно по идее не смотреть в пункте выдачи но лучше конечно проверить что в наличии именно это лежит внутри не кирпичи чтобы когда вы принесете вдруг возвращать было что возвращать я открыл посмотрел да все в наличии два вентилятора внутри есть но один вентилятор такое ощущение как будто он либо бэушный либо его просто включали либо он стоял где-то в магазине на витрине потому что он пыльный немножко и вот я сейчас снимаю это видео для отделя он посмотрит и примет решение возвращать назад магазин вентилятор или же мы оставим его себе я ему пошлю в казахстан потому что ну плюс я сейчас проверю рабочие ли они вообще ну и как раз и вы посмотрите будет интересно что за вентиляторы проверим режимы как выглядит как работает и так далее разбирать вентиляторы не будем потому что не мои товары также ребята не забываем что на моем телеграм канале сейчас разыгрывается лобзик поэтому переходим по ссылочке в описании и нажимаем в телеграме кнопочку участвовать также вам необходимо быть подписанным на телеграм-канал и лобзик будет ваш если повезет ну и давайте перейдем к нашим коробочкам с вентиляторами из картинок мы видим что здесь аккумуляторный вентилятор модель dcf 203 z питается от аккумуляторов как 14 и 4 вольта так и 18 вольт также нарисовано что имеется ручка для переноски есть режимы то есть не режимы а его можно вращать плюс он сам по себе вращается и имеется панель управления также нарисован блок питания что означает что можно работать от сети ну и давайте вскрывать внутри коробочка с блоком питания попозже и и вскроем картонка вентилятор в пакетике и инструкции коробочку убираем здесь сертификат соответствия и такая большая толстая книжка с инструкциями на многих языках и в самом в пакете сам наш вентилятор таким образом выглядит видно что он абсолютно новый не использованный сзади подключение питания 15 вольт дисси так из инструкции что мы знаем вентилятор можно менять угол наклона вниз 45 градусов максимум вверх 90 он может прямо в потолок дуть также есть вращение на 90 градусов но можно поворачивать вручную только в выключенном состоянии во включенном этого делать категорически запрещено то есть можно вот сейчас его повернуть вот так и он будет от этого положения 90 либо вот в эту сторону сюда и сюда вот так максимум выбираем какое-то нам нужное положение и потом включаем эту кнопочку он поворачивает нам до нужного нам положения включаем подсоединяем аккумулятор нажимаем клавишу включения вентилятор включается можно верх не сможем регулировать сейчас поворачивать тоже вот так можно нельзя поворачивать когда включен именно режим поворота вот включили вот в этот момент поворачивать его нельзя просто посмотрели как он поворачивается видите он максимально идет в эту сторону поэтому можно отключить повернуть его чуть-чуть и настроить как нам удобно также есть вторая скорость третье и есть режимы три режима таймера и прямо здесь написаны цифры 1 2 и 4 это 1 час 2 часа и 4 часа то есть ставим на 4 часа через четыре часа он отключится если питание у нас идет от аккумулятора то отключится он пока либо через четыре часа либо пока не сядет аккумулятор так он не включается только с кнопки включения если мы выключим к примеру на второй скорости включится также на второй то есть он есть память запоминает также в инструкции указано что его можно разобрать чтобы почистить лопасти от пыли нужно совместить вот эти две риски то есть повернуть эту часть и тогда вверх снимется но если честно я пробовал почему-то не крутится да ребят просто нужно читать инструкцию все легко открывается я разобрался здесь есть в одном месте один винтик он кстати под пружиненный там то есть его чуть-чуть открутили и можно уже теперь поворачивать и все легко снимается и мы можем уже протирать чистить лопасти а если мы снимем то это стопорное колечко то можно вообще снять лопасти промыть их а далее там также легко снимается моторчик моторчик здесь как на шуруповерте поэтому все элементарно и легко здесь он гаечка и также обратно вешать собирать совмещаем риски чтобы были вместе и он тогда одевается поворачиваем по часовой все закручиваем все элементарно не забывайте всегда читать инструкцию и давайте откроем блок питания вы спросите можно ли включать блок питания в сеть когда установлен аккумулятор да это можно сделать при этом это не зарядное устройство аккумулятор заряжаться здесь не будет попробуем включить по ощущениям да не крутится одинаково вот здесь сейчас работает только от аккумулятора вставляем питание он даже сначала чуть тише потом опять чуть добавил газку ну все этот вентилятор мы проверили кстати к зарядке еще есть не к зарядке и к блоку питания есть инструкция и вскрываем вторую коробочку вторая коробочка уже видно было что скрыта порван порвана коробка от блока питания но при этом сложена аккуратно возможно не ну видно им не пользовались может быть один раз включили вот как я но это сто процентов не раскручивали обратно так закрутить в жизни невозможно такая же картонка внутри инструкции помятые и на вентиляторе вот здесь от скотча следы то есть скорее всего здесь висел ценник ну и он запыленный он видите ли слой прям пыли не могли тут я не знаю они запаковывают сложно было просто протереть пыль давайте его проверим уже от этого блока питания от блока питания все работает все вращается механических повреждений я не нашел давайте попробуем от другого блока питания вдруг я их перепутал перепутал отложим работает все и давайте включим аккумулятор питание отключили тоже работает ну вот в принципе и все вентиляторы оба нормальные можно забирать единственное что он просто чуть-чуть в пыли так что один решай сам забираешь или оставлять я его верну либо даже может себе оставлю если он тебе не нравится а для тех кто также хочет дешево покупать вот как вентиляторы не по 11 а по 6 600 подписывайтесь на мой телеграм-канал подписывайтесь на мою группу вконтакте там очень много ссылок на дешевые электро инструменты с большими скидками ну а на этом все спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал всем пока 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 пока